ну что ж девчонки добрый день продолжение следует я просмотрела еле-еле половину этого видео синицы и скворчихи интервью о нападении блогеров падва я просмотрела вижу что много людей посмотрели потому что видимо у синицы есть подписчики у скворчихи тоже вот честно скажу я не смогла дослушать до конца это видео я остановилась на 28 минуте потому что там на час у меня времени нету прослушивать мне уже прислали сразу же и в тот день и потом и неделю назад и 15 дней назад что я должна обратить очень большое внимание на это видео синицыны и скворчихи их разговор их диалог про то как я напала зонтиком и чуть не убила центре падва на пьяцца где была суббота час дня где миллионы людей ходили как я вам показываю каждый день видео 5 где миллионы людей каждую секунду проходит я там чуть не убила эту бедную несчастную скворчиху и чуть ли я не хочу убить ее семью и ее детей я такая угроза для для нее и для ее семьи так вот девчонки я сейчас вынуждена была прослушать чтобы увидеть по минутам по секундам все ее и обвинения вот я выписала потому что это мне нужно для полиции перевод я даже не буду это сейчас обговаривать потому что вы так и так все это прослушали времени нету потому что сейчас идет облака надвигаются вот я до 30 до 32 минутой до это дослушала потому что мне нужны вот эти вот оскорбления диагноз как она пишет там говорит она говорит что у меня так так обвинение в обвинение в пара пара но диальный синдром начинается в 13 55 пар пара но реальный синдром я даже не могу это выговорить диагноз поставила мне синица врач без диплома что она якобы знакома с профессора с профессором милуцо каким-то психиатром итальянским я как-нибудь напишу этому милуцо знаком ли он на самом деле с этой безобразной женщиной который прикидывается и врачом и журналистом и она еще делает мне совет обращается ко мне в 19 57 минута обращение ко мне что у меня пара но диальный синдром и она мне советует сделать визит к этому профессору милуцо и она будет за меня договариваться и он будет меня лечить на консультацию к нему сходить вы представляете какая наглость я сижу и ржу над этой синицей она по моему они обе больные раз такое видео так как я всегда слушала совета моего доктора моего психотерапевта я не смотрела эти видео я чуть-чуть прочитала комментарии потом где-то месяц назад после того что они выпустили месяц прошел или два месяца я посмотрела это прошло три месяца это был должен быть день 23 января когда я попала в больницу 23 января по моему это было в тот день когда я в первый раз встретила эту скворчиху в центре после всех ее сплетен после все ее травли под чужими никами она работает по методу программиста павла дурова имеет много аккаунтов каждое утро писала мне страшные ужасные комментарии ненавистные злобные потом они сочинили все вместе каналы этих сплетен но благодаря вот этой вот женщине они те которые во всем призналась мы уже все уже поняли что никакой у меня паранои не было что никакого у меня там как называется что меня преследует паранои не было это было все на самом деле это констатация факта каждый день они мне каждый день делали видео на моё на моё новое видео ежедневное видео по пародию видео ужасные мерзкие вот я и чай попила и кофе попила сижу до до прихода дождя каждый день дождей розы расцвели поэтому девчонки ну что это болтовня двух ужасных мерзких женщин которые придумали что я на нее напала во первых она не спряталась ни в какую церковь она прибежала в бутик который мы обе знаем видео лук я 20 лет была клиентом этого видео лука прекрасно знаю хозяина прекрасно знаю всех продавщиц я туда внутрь не зашла она там спряталась что-то там не спряталась а что-то там говорила хозяину но потом когда я где-то через месяц встретила этого хозяина на улице я ему объяснила что она меня довела до пятого коленя своей травли только за то что я начала работать блогером впадово она мне написала ватсапе что она меня уничтожить как только у меня наберется тысячу подписчиков она уничтожит меня вся эта переписка есть если вы хотите я снова выставлю эту переписку ватсапе хотя она утверждает в одном левые каналы так она утверждает вот на какой минуте 12 12 52 пересмотрите я на утверждает шапочно знаю жасмин сама писала сплетни в сентябре на своем канале все прекрасно знают все ее подписчики мои подписчики что именно я она начала писать ужасные сплетни про меня про моего сына и даже про мою один год внучку мелису маленького ангелочка начала писать на ее канале основном сейчас который образцово показательный где она старается ничего не запятнить на своем канале потому что трусишка подлая непорядочная еще все так перевернула я попала в больницу я четыре дня была в больнице я никогда не отказывалась что я попала в больницу я даже из больницы сделала видео потому что врач скорой помощи сказал если вы не спали так долго не ели я похудела от этой травли у меня была депрессия я в жизни я в жизни не пила никаких таблеток у меня никогда ничего не болит никогда в больницах не была единственные разы была когда у меня была внематочная беременность и выкидышей и еще в детстве потом меня советские врачи вылечили я больше никогда не болела так вот получается что она все перевернула естественно это был день дождя я не я ее не выискивала я просто шла и сказал вот я наверно сейчас встречу но интуиции я водолею у меня просто телепатия сенситива я груда верно я сейчас встречу эту безбаянку и встретила до этого моя подруга итальянка и ее муж бывший карабинер на пенсии мне подсказали сказали жасмин если она тебя так достает сделай ей в отместку если она приедет в центр будет снимать свои видео сделай фото в анфас не сзади а спереди прямо в лицо я просто шла за нею быстро чтобы встать перед ней и снять ее лицо а не потому что я ее хотела догнать убить этим зонтиком или прибить или агрессии или нападение все это ее специальные хитро хитрые как она же коварная коварные рассказы чтобы меня выставить такой вот сумасшедший нападающий если бы я была сумасшедшей через три дня меня не выпустили бы из больницы поэтому перестаньте а это синица которая придумала что она врач что она диагноз мне поставила вы за все это вот за это именно видео потому что я долго не хотела смотреть не хотела себя расстраивать хорошо что посмотрела я даже не расстроилась я сижу и смеюсь мне смешно от ваших вот этих вот это я даже не дослушала на 30 минуте я остановилась если захочу я дослушаю потому что мне нужны минуты и секунды для другого дела где где о чем говорится так даже зонт упала я на о моей национальности паспорт показал ну что что показала паспорт потому что меня обвинили на канале сплетен что у меня имя новое что я придумала себе новое имя естественно я показал как наивный человек потому что я не знала что паспорта нельзя показать но что все знают какое мое настоящее имя никто никогда у меня за эти месяцы не украл мою идентина мою личность поэтому это все пустые слова что нельзя показывать все такое дальше в аду за пределы интернета за пределы интернета вышла я на она начала писать и мейл и сплетни сплетни по всем бутикам она даже на канале сплетен писала что она сделает эмейл что я хожу снимаю шанель и луи виттон и выкладываю в youtube и все такое хотя мне разрешение дали сами директор шанель и луи виттона потому что я 20 лет была их клиентом венеции просто я сейчас не хочу терять время на все эти так дальше идет двадцать восьмая минута до 28 48 28 26 28 48 синица плевала на указ конте ну а это будет интересно нашим карабинерам что она плевала на указ за пределы интернета вышла уже яна я за нее никогда не гонялась я просто хотела ее снять у меня есть все фото и видео того дня я это все покажу полиции карабинера как на самом деле было ни в какую церковь она не заходила она эту историю красивую печальную грустную что она такая бедная несчастная религиозная спряталась в церкви и смех и грех я конечно сейчас выложу некоторые фрагменты у меня все эти видео фото того дня сохранились но вы видели вчерашнее мое видео да смотрите девчонки где вот все это проходило именно на это пьяцца фрукты да вы видели сколько народу бывает в субботу центре неужели я в час дня убью какую-то женщину или ударю среди миллиардов миллионов итальянцев и я это сделаю я даже это не сделаю когда она одна идет по улице я и одна потому что я человек мира я человек пачи я никого никогда не зонтиком не руками ничем не трону потому что они все это придумали для того чтобы очернить мое имя как блогера чтобы ко мне не подписывались я сейчас жалею что я не посмотрела это еще три месяца назад и не сделала это видео заявление о том что все там что они рассказали все это абсолютно клевета и они мне ответят за эту клевету еще над смеялись надо мной это нормально когда ты встречаешь твоего обидчика который тебя травил с с сентября месяца а это случилось двадцать третьего января сентябрь акте октябрь ноябрь декабрь декабрь январь пять месяцев каждый день каждый божий день какие ужасные мерзкие видео сочиняли как она под этими видео писала комментарии это скворчиха неужели она думать что это я все просто так и и спущу естественно я заболела в тот день да моя подруга посоветовала мой друг итальянец посоветовал сделай фото в анфас и отнеси карабинером полиции я это хотела сделать а потом не сделала потому что думаю зачем мне это нужно я не я не стукач я не доносчица я так и не сделала это но я когда ее увидела у меня как у ребенка которого папа алкоголик бьет маму дети прячутся под столом как фильмах психологических трейлерах у меня было тоже самое паника когда я ее увидела паника ангош я анция и сразу же попала потом больницу я я не могла остановиться я так плакала я не могла остановиться три часа что доктор решил оставить меня в больнице горит вы должны хотя бы три дня поспать потому что так нельзя и потом я лечилась у психотерапевта амбулаторно ходила на сеансы и все такое и до сих пор хожу хотя я абсолютно здорово чувствую я говорю доктор с я прекрасно себя чувствую потому что все-таки у нас есть стержень женщины которые вы выросли в советском союзе у нас все-таки мы очень такие сильные внутри но я сама не ожидала что у меня будет такая хрупкая психика и что я буду так затравлена слава богу все эти неделю назад начали открываться доказательства раскаяния женщины которая участвовала в этом триллере ужасов бесконечных и ее голос как она все рассказывает все это будет передано магистратуре италии и я так надеюсь что в один прекрасный день эта травля будет наказана групповая к тому же плюс вот эти вот диафома ционе этой синицы и скворчихи церковь она спряталась как не стыдно врать вообще поэтому я всем желаю здоровья и добра я сейчас смонтирую видео и потом я еще добавлю фото и видео фрагменты просто я должна как-то скрыть ее лицо потому что она мне сразу сделает страйк за то что я из использую ее лицо из того видео с того дня где она меня обвиняет что я ее хотела убить зонтиком убийцы или ударить или не знаю что я ее детей вообще в жизни я даже не знаю где она живет она говорит что она не имела номер моего телефона когда она мне писала 10 страниц через ватсап переписку угрозы оскорбления шантаж все это есть все это передано полиции опустали карабинером потому что то что приходит по ватсапу это выслеживается даже если она все стерла удалила всю нашу переписку даже если она поменяла номер телефона это все быстро восстанавливается у меня лично все это сохранилось поэтому пусть она не врет что мы не были знакомы через ватсап что мы не переписывались она даже у меня есть видео когда где она обнимает мою внучку вот это вот самые первые видео 2 сентября она тоже у меня есть это видео что мы случайно встретились около виде лука того же бутика где она спряталась от меня что мы встретили случайно поговорили о сахаре и она подумала что я специально это использовала чтобы на ее имени хайпануть и сделать себе рейтинг моего канала хотя я даже знать не знала что написав имя другого блогера можно хайпануть и выйти и вырваться вперед это я часто понимаю раньше я этих правил и механизмов ютуба вообще не знала поэтому у девчонки мне очень жаль что я три месяца них не хотела смотреть по настоятельной просьбе категорической просьбе психотерапевта не хотела смотреть все эти видео мерзкие поэтому упустила три месяца и конечно пол ютуба русскоязычного наверно поверили им раз я не сделала право опровержение особенно видео про вымогательство что я специально заболела чтобы вымогать деньги и из скворчихи еще из синицы с какой статья должна вымогать из синицы деньги если она просто идет как как она утверждает что она идет как свидетельница скворчихи по этому делу да нет она не идет как свидетельница видимо ее вызывали потому что я сделала заявление еще на другое там отравлю на другую травлю через ватсап и все такое прикидываются что они ни при чем хотя они активно участвовали скворчиха даже активно откровенно участвовала в этих и каналах грязных обо мне которые я смогла половину убрать с помощью ведь ютуба жалобы на копирать и на молестебулизма вела ционе дитермины ютуб а половину они сами испугались и сами удалили и одна даже раскаялась одна назовем через кавычки и и они то потому что она подписалась они ты ее признание есть на ее канале новом ее признание есть у меня в ватсапе что голосовые что написанное поэтому я с нею общалась по видео кемате я я ее знаю лицо видела голос слышала и все такое поэтому когда она хотела выйти из этой грязной игры и угрожали чтобы она оставалась чтобы она давала свою платформу в ютубе чтобы на ее платформе тоже выставляли эти грязные бесконечные видео про меня про моего сына про мою внучку полтора года сейчас про моих бывших мужчин про моего сегодняшнего мужчина и все такое поэтому девчонки я про я сижу и мне просто смешно какие же все-таки мерзкие люди бывают на свете какие коварные какие коварные люди бывают это скворчиха это это нечто вместо того чтобы признать свою вину раскаяться и сделать шаг навстречу к добре к миру она до сих пор продолжает меня травить до сих пор продолжала пока неделю назад одна из их соучастниц травли с их группы не призналась во всем поэтому все это пойдет в все это пойдет магистратуру всем пока всем здоровья и счастья все это пойдет Продолжение следует...